Второй тон добротолюбия, страница 714, Святого Исаака Сириянина, подвижнические наставления, пункт 197. Если ты истинно милосерд, то когда отнято у тебя свое неправедно, не скорби внутренно и не рассказывай об ущербе посторонней. Пусть исчерп, нанесенный обидевшими тебя, поглощается милосердием твоим, как терпкость вина поглощается множеством воды. Докажи множество милосердия своего теми благами, какие воздаешь обидевшим тебя, как и блаженный Елисей поступил с врагами своими намеревавшимися взять его в плен. 4 Царство 6.13.23 Кто истинно смиренно мудр, тот, будучи о неправдован, не возмущается и не говорит ничего в своих засчитывая о том, в чем неоправдован, но принимает клеветы как истины, не стараясь уверять людей, что оклеветан, а просит прощения. 5 Иные добровольно навлекали на себя названия непотребных, не будучи таковыми. 6 Другие же терпели именование прелюбодеев, будучи далеки от прелюбодеяния, и слезами свидетельствовали, что несут на себе плод греха, которого не делали. 7 И с плачем просили у обидевших прощения и беззаконий, которого не совершали, когда душа их была увенчана всякой чистотой и непорочностью. 8 Иные же, чтобы не прославляли за превосходные правила жизни, соблюдаемые ими в тайне. 9 Представлялись в образе неродиевых, быв растворенной божественной историей и непоколебимых в своей тишине, так что на высоте совершенства своего святых ангелов имели провозвестниками своих доблестей. 10 Спаситель многими обителями у Отца назвал различные меры ума, водворяемых в той стране, то есть отличия и разность духовных дарований, какими наслаждаются по мере ума. 11 Ибо не по разности мест, но по степени дарований назвал обители многими. 12 Как чувственным солнцем наслаждается каждая сообразность чистоте и приемлемость и силы зрения, и как от одного светильника в одном доме освещение бывает различное, хотя свет не делится на многие светения. 12 Как в будущем веке все праведные нераздельно водворяются в одной стороне, но каждый в своей мере озаряется одним мысленным солнцем и по достоинству своему привлекает к себе радость и веселье, как бы из одного воздуха, от одного места престола зрелища и образа. 13 И никто не видит меры друга своего, как высшего, так и низшего, чтобы, если увидит превосходящую благодать друга и свое лишение, не было это для него причиной печали и скорби. 14 Там всякий, по данной ему благодати, веселится внутренно в своей мере. 15 Вне же всех одно зрелище и страна, и кроме сих двух степеней, разумея же одну страну горнюю, другую дольнюю. 15 Посреди же их разнообразия в разности воздаяний. 200 Когда дьявол захочет осквернить ум блудным воспоминаниям, тогда испытывает сперва терпение их, любовь к тщеславию. И предначатие этого помысла не представляется страстью. 15 Так обыкновенно поступает он с теми, которые охраняют ум свой, и в которых невозможно скоро вложить какое-либо неприличное помышление. 16 Тогда же истернет человека из твердыни его, и начнет он беседовать с первым помыслом и удаляться от своей твердыни. 17 Тогда сретает его чем-либо напоминающим о блуде и совращает ум на предметы непотребные. 17 Ум сперва смущается внезапным этим прирожением, а потом примеряется с ними, и далее от мыслей доходит до дела. 18 Но если ум отступит назад и предупредит первое прирожение помыслов, тогда при помощи Божьей удобнее будет преодолеть страсть. 18 Страсти отвращать лучше памятованием добродетелей, нежели сопротивлением, потому что страсти, когда выступает из области своей и подвигается на брань, 19 Отпечатлевает в уме свои образы и подобия. 20 Брань эта приобретает великую власть над умом, сильно возмущая и приводя в смятение помышления. 21 А если поступить по первому сказанному нами правилу, то не оказывается в уме и следа страстей по отгнанию их. 22 Пока человек не примет утешителя, потребно ему Божественное Писание для того, чтобы у памятного недоброго напечатлевалось в мысли его и непрестанным чтением обновлялось в нем устремление к добру и охраняло душу его от тонкостей греховных путей. 23 Потому что не приобрел еще он силы Духа, которая удаляет заблуждение и берет в плен душеполезное памятование. 24 Когда сила Духа не зайдет в действующую в человеке душевную силу, тогда вместо закона Писания укореняется сердце заповеди Духа, и тогда втайне учится он у Духа, и не имеет нужды в пособии вещества чувственного. 25 Потому что пока сердце учится от вещества, непосредственно за учением следует заблуждение и изобвение, а когда учение преподается Духом, тогда памятование сохраняется невредимым. 26 Неоперившаяся птица тот ум, который при покаянии недавно вышел из спут страстей и во время молитвы усиливается возвышением земным, но не может, а напротив того присмыкается еще по лицу земли, не имея сил летать. 27 Однако с помощью чтения и делания страха и покечения о множестве добродетелей собирает воедино помышления свои, потому что не способен знать что-либо кроме этого, и это на краткое время сохраняет ум неоскверненным. 28 Но впоследствии приходят воспоминания и возмущает и оскверняет сердце, потому что человек не ощутил еще того спокойного воздуха свободы, который по долгом только времени с забвением о земном вводит он ум. 29 Ибо приобрел телесные только крыла, то есть добродетели, которые совершаются наружно, но не видел еще добродетелей созерцательных, и не сподобился ощущения их, а они в суть те крыла ума, на которых человек приближается к небесному и удаляется от земного. 29 Пока человек служит Господу чем-либо чувственным, да то ли образы этого чувственного отпечатлеваются в помышлениях его, и божественное представляет он в образах телесных, когда же получит он ощущение внутреннего, тогда по мере ощущения его и ум от времени до времени будет возвышаться над образами вещей. 205 Когда душа твоя приближится к тому, чтобы выйти из тьмы, тогда вот что будет для тебя к признакам. Сердце у тебя горит, и как огонь распаляется день и ночь. А потому целый мир вменяешь ты в ничто и пепел, не желаешь даже и пищи от сладости новых пламенеющих помыслов, непрестанно возбуждающихся в душе твоей. 21 Внезапно дается тебе источник слез, как поток текущий без принуждений, примешивающийся ко всякому делу твоему, то есть во время ткения твоего, молитвы твоей, размысления твоего, когда принимаешь пищу и питье во всяком деле твоем. 22 И когда увидишь ты это в душе твоей, будь благонадежен, потому что переплыл ты море. 23 И столько будь прилежен к делам своим, так тщательно содержи стражбу, что благодать умножилась тебе со дня на день, умножалась. 24 А пока не встретишь в себе этого, ты не совершил еще пути своего и не вступил в гору Божию. 25 Если же и после того, как обрел и приял ты благодать слез, они прекратятся и горячность твоя охладеет без изменения в чем-либо другом, то есть бестелесной немощи, то горе тебе. 26 Что погубил ты в пас, или в самомнение, или в нерадение, или в разлияние? 27 На что последуют заслезания, о том напишем впоследствии. 28 Если не имеешь дел, не говори о добродетелях. 29 Боли всякой молитвы и жертвы драгоценны перед Богом скорби за него и ради его, и боли всех благоуханий, запах пота их. 29 Всякую добродетель совершенного и бестелесного труда, посчитай преждевременным и неодушевленным плодом чрева. 30 Приношение праведных слезы очей их, и приятная Богу жертва, воздыхание их во время бдений. 31 Воззовут ко Господу праведные и угнетаемые тяжести тела. 32 Их болезни в вас шлют моления к Богу, и на вопль гласа их придут на помощь к ним святые чины ободрить и утешить их надеждой, потому что святые ангелы, по близости своей к святым мужам, имеют общение в их страданиях и скорбях. 33 Вино согревает тело от слова Божия ум. 34 Распаляемые горячности бывают восхищаемы размышлением об уповаемом и уготавляют мысль свою к будущему веку. 35 Упившийся вином не видит перед собой преграды. 36 Так упоенная надеждой не знает ни скоби, ни чего-либо мирского. 37 Блаженны те, которые для моря скорбей ради любви к Богу припоясали чресло своей простотой и непытливым нравом, и не обращают к хребта. 38 С надеждой, вступившая на путь стропотный, не возвращается назад и не останавливается, чтобы входить в исследование об этом. 39 Но когда переплывут в море, тогда, взирая на стропотность пути, приносят благодарение Богу, что избавило их от тесноств, стремлин и от такой негладкости пути, тогда как они и не знали того. 39 Надежда, пускай сплава, не переплывает с первой горячностью, не малая не прилагая заботы о тери, не рассуждая, сама с собой будет или нет какой успех от начинаемого труда. 40 Когда хочешь положить начало Божию делу, сделай прежде завещание, как человек, которому уже не жить в этом мире, как приготовившийся к смерти и отчаявшийся в настоящей жизни, как достигший времени срока своего. 41 Сможешь тут начинай всякое доброе дело, а не с двоедушием приступай к таким делам, не колеблись с сердцем твоим в уповании на Бога, чтобы труд твой не стал бесполезен и делание твое обременительно. 41 Деяния, жительствующих по Богу, суть следующая. 42 Один целый день ударяет своей головой в землю и делает это вместо совершения службы, то есть часов. 43 Иной с постоянным и продолжительным коленопреклонением соединяет число молитв, другое множество слез своих, заменяя для себя Божией службы и довольствуется тем. 44 Иной старается вникнуть в смысл читаемого и совокупляет с тем определенные правила. 45 Другой томит душу свою голодом, так что не в состоянии бывает совершать Божий служб. 46 Иной, пребывая в горячем поучении, в псалмах, службу свою делает непрерывную. 47 Иной проводит время в чтении, согревается сердце его. 48 Иной отдается в плен, домышляясь божественного смысла в божественных писаниях. 49 Иной, приводимый в изумление чудесами, поражающими его в стихах, удерживается от обычного чтения и овладевается молстянием. 49 Другой, вкусив всего этого и насытившись, возвратился вспять и стал бездействием. 50 Иной, вкусив только малое нечто и надмившись, сдался в заблуждение. 51 Иному воспрепятствовали хранить правила свое тяжкое болезнь и бессилие. 52 А другому при обладании какой-либо привычки или какого-либо пожелания, или любоначалия, или тщеславия, или любостяжательность, или пристрастия к тому, чтобы собирать вещественное. 53 Иной притнулся, но встал и не обратил хребта своего, пока не получил многоценную жемчужину. 54 Начало всему благое перед Богом преднамерение, решимость благоугождать Богу. 54 Затем, по удалению от дел житейских, следует алкание, чтение, сеночное и трезвенное бдение, по мере сил каждого, и множество поклонов, которые полезно совершать в часы дневные, а не редко и ночью. 55 Пусть самые малые меры и будет для тебя положить 30 поклонов, потом поклониться честному кресту и тем кончить. 56 Но есть и такие, которые по мере сил своих увеличивают это число поклонов, иные же в единой молитве проводят три часа, имея ум трезвенно и поверзших лицом на землю без принуждений и парения помыслов, то есть одни часто, но понемногу молятся, а другие, раз, становятся на молитву, но стоят долго. 210 У соперника нашего дьявола есть древние обычаи со вступающими в подвиг хитро разнообразить борьбу свою, употребляя против них разное оружие и соображаясь с намерением лица, изменяя этот способ ротоборства. 56 Первый прием вражеской брани, которая ленивых, произволением и немощными помыслами, на тех с самого начала сильно нападает, восставляя против них сильные искушения, чтобы с первого подвига объяла их боязнь. 57 Путь их показал собой жестоким и неудобопроходимым. 58 И сказали они, если начало пути так тяжело и трудно, то может ли кто до самого конца его выдержать многие предстоящие в нем борения? 59 И дьявол недолго ведет с ними брань, но скоро обращает их в бедство. Это от того, что с сомнением и холодностью вступили они в подвиг Господень. 60 А Бог повелевает вступать в подвиг всей изготовности и умереть ради угождения ему, обещая увенчать верного труженика, честь и мученичество. 61 Как они вначале не решились предать себя на смерть, то и оказываются столь слабыми. 62 Затем и во всех бранях не бывает уже они устойчивы, будучи самолюбивы и более всего щадя свое тело. 63 И враг гонит их, как бури, не видя в них душевной силы, какую обык видеть во святых. 63 По произволению человека стремится к Богу, и Бог содействует, помогает и являет ему свое о нем промышление. 64 И дьявол не может приближаться к человеку или наводить на него искушение, если человек не возненродит или Бог не попустит ему. 64 Второй прием. 64 Которые же, как видит дьявол, мужественны, ни во что обменяют смерть и исходят на дело с великой ревностью. 65 На встречу таким не вдруг выходит дьявол, и при первом их устремлении не вступает с ними в брань, зная, что ревностные воители нелегко побеждаемы бывают. 65 Поэтому пока видят их таковыми, не осмеливаются даже прикоснуться к ним до тех пор, пока увидят, что охладели они в ревности своей. 66 И какие уготовились себе в мыслях своих оружия, сложились с себя изменением божественных словес и памятований, содействующих и вспомоществующих им. 66 Как же скоро начнут они уклоняться от первых помыслов своих, и сами от себя начнут изобретать то, что служит к одолению их, в них же самих истощающимися ласкательствами мудрования их, и сами от себя станут искапывать душам своим ров погибели от ленности происходящим парением помыслов. 67 От которых в мыслях и сердцах воцаряется холодность, тогда он нещадно устремляется на них. 68 Удерживается же дьявол от нападения на них до сих пор, потому что некая сила окружает тех, которые с пламенной ревности стремятся к Богу, надеются на Него и веруют Ему. 69 Бог отражает от них по этой причине лютость дьявольской злобы, и она не приближается к ним. 70 Враг обуздывается в виде хранителя всегда их охраняющего, ибо пока они не отринут от себя причин помощи, молитв, трудов смиренно мудрее, да то ли заступник и помощник никогда не удаляется от них. 71 Помни же исходящий во след Бога во всякое время подвига своего начала и первую ревность при вступлении на путь сей, и те пламенеющие помыслы, с какими и шел ты в первый раз из дома своего и стал в воинские ряды. 72 Каждый день испытывай себя, чтобы горячность души твоей не охладела ни в одном из орудий, в какие облегся ты, ни в ревности, какая пламенела в тебе в начале подвига твоего. 73 И непрестанно возвышай голос свой среди воинского стана, ободряя и поощряя к мужеству тяд весной стороны, в стороне же противника показывай, что трезвенствуешь. 74 Вместе же с тем призывай благонадежно Бога, плачь перед благостью Его, проливай слезы и трудись, пока Он пошлет тебе помощника, и тогда не будешь уже побежден. 75 Третий прием вражеской брани. Когда враг увидит силу, какой приемлет человек от Бога за ревность свою и призывание его с верою, тогда старается отыскать какой-либо способ отдалить от него помогающего ему ангела. 75 Именно покушается возбудить в нем помыслы гордыни, что подумал он себе, будто бы вся крепость его зависит от его собственной силы, и сам он своей силой хранит себя от твоего противника и убийки. 75 Кто поверит таким, встеваемым от врага мыслям, от того отходит Божья помощь, и он попадает в руки врага. 76 А кто не поддается этим внушениям, но крепко держит память о содействующем ему, и око сердца свое не перестает устремлять к небу, против того враг изобретает новые способы брани. 76 Четвертый прием вражеской брани состоит в том, что он начинает угнетать человека естественными его потребностями, особенно потребностью жены, и потребностью иметь чем жить, относительно жены, когда не может он заставить человека совершить что-либо такое делом, 76 Потому что человек огражден безмолвием, и жилищем его далеко от поводов и причин ко греху, а однако ж усиливается сделать, чтобы ум подвижников видел это в призраке, и старается образовать в них подлечиной истинной ложной мечты, при этом, чтобы пришли они в вожделение мечтаемого, производит в них щекотание и побуждает останавливаться мыслью с храмных помыслов, соглашаться на таковые, и соделываться в них виновными. 77 Ибо враг знает, что у подвижника победа и одоление его производятся помыслом его и совершается в короткое мгновение, лишь только помысл подвижется с места своего и с высоты своей не зайдет на землю, и произволением на одно мгновение покажет свое согласие, как и случилось это со многими при мечтательном представлении женской красоты. 78 Если же приближались они к миру на одно или на два попыща, то враг нередко прибывал к тому, что действительно приводил к ним женщин. 79 Этим и подобным всему враг иногда одерживал победу над беспечными и некрепкими сердцем, но другие оказывались крепче этих искушений, благодатью Божию вспомоществуемое побеждали врага и мечтания его. 79 Относительно второй потребности. 80 Часто также делал враг, что видели они мечтательно золото, драгоценные вещи и другие сокровища, а иногда и самым делом показывал он им это в той надежде, что может быть и успеет с такими мечтаниями остановить кого-либо из них в течение его, и запнуть одной из сетей и мреж своих. 80 Попускается это для того, чтобы изведалось, действительно ли они при удалении этих вещей в отшельничестве, при лишении искусности своей, боголюбивые, встречая эти вещи, стараются по любви к Богу пренебрегать ими, и оборщаемое ими не уступает им над собой победы, вменяя их ни во что в сравнении с любовью Божией. 80 Истинные подвижники не поддаются и по испытаниям являются очищенными, как золото в горниле. 81 А нерадивые, слабые и малое и нуждое в случае недостатка преодолеваются и возвращаются вспять, отрекаясь от подвига. 81 Коль скоро сознает, кто немощь свою и действительно ощутит ее, тотчас воздвигает душу свою от расслабления и запасается осторожностью. 82 Но никто не может ощутить немощь свою, если не будет попущен у него, хотя малого искушения, телесного ли или душевного, и не будет даровано ему избавление от него. 83 Ибо тогда ясно увидит он бесплодность собственных усилий и мер, увидит, что его осторожность, воздержание и ограждение души, в которых он надеялся найти безопасность, никакой не принесли пользы, и что избавление пришло помимо всего этого. 84 Отсюда получается им удостоверение, что сам он ничто, и что спасает только помощь Божия. 85 Кто же познал, что имеет нужду в помощи Божией, тот совершает множество молитв. 85 И в какой мере умножает их, в такой смиряется сердце его. 85 Ибо всякий молящийся и просящий не может не смириться. 85 Серца сокрушенного и смиренного Бог не призрит. 86 Как же скоро смирится человек, немедленно окружает его милость? 86 И тогда сердце ощущает божественную помощь и обретает возбуждающуюся в нем некую силу уверенности в Боге. 87 А когда ощутит человек, что помощь Божия действительно вспомоществует ему, тогда сердце его действительно исполняется верой. 87 Из этого уразумевает он, что молитва есть прибежище ищущим помощи, источник спасения, сокровище упования, пристань, спасающий от треволнения, опора немощным, покров во время искушений, щит избавления в брани, стрела, изощренная на врагов. 88 И ему открывается, что все множество духовных благ делается для него доступным молитвою. 89 От сели начинает он уже услаждаться молитвой веры, не с трудом и утомлением молится он уже, но с радостью сердечной и удивлением, непрестанно источая благодарственные движения при неисчетных коленопреклонениях. 89 По великому желанию помощи Божией приближается человек к Богу, пребывая в молитве. 90 Но в какой мере приближается он к Богу намерением своим, в такой и Бог приближается к нему дарованиями своими, и не отъемлет у него благодати за великое его смирение. 91 Иногда, однако, щедролюбивый Бог удерживает от него дары благодати, чтобы сие служило для него побуждением приближаться к Богу, и чтобы ради потребностей своей человек неотвычно пребывал перед Богом, готовым источать служащие на пойме. 92 Некоторые прошения Бог исполняет скоро, именно те же, без которых никто не может спастись, а другие медлит исполнить. 93 В иных обстоятельствах отражает от него и рассеивает палящую силу врага, а в других попускает спадать в искушение, чтобы это испытание служило для него причиной приближаться к Богу. 94 И чтобы научился он опытности в искушениях и, имея перед глазами удостоверение в своей немощи, более и более утверждался в смирении у праведника, не познавшего своей немощи, делая его как бы на острие бритвы. 95 И он недалек от падения и от литворного льва в гордыне. 95 Кто не знает своей немощи, тому не достает смирение, а кому не достает его, тот не достиг еще совершенства. 96 Недостигший же того всегда пребывает в страхе, потому что город его не утвержден на столпах железных и на порогах медных, то есть на смирении. 96 Без смирения не может быть совершено дело человека искомое, и к рукописанию свободы его не приложена еще печать духа. 97 Досилен еще все раб, и дело его не свободно от страха. 98 Посему Господь оставляет святым своим причины к смирению и к сокрушению сердца в усиленной молитве, чтобы любящие его приближались к нему посредством смирения. 98 И нередко устрашает их страстями их естества и поползновениями срамных и нечистых помышлений, а часто укоризнами, оскорблениями и заушениями от людей, иногда же болезнями и недугами телесными. 98 В другое время нищетой и скудости необходимых потребностей, в том учительности сильного страха, оставлением явной в брании дьявола и разными страшными происшествиями. 98 И все это для того, чтобы иметь им причины к смирению, и чтобы не впасть в усыпление нерадения. 99 Когда случится, что душа твоя внутренне исполняется тьмой, и подобно тому, как солнечные лучи закрываются на земле мглое облаков, душа на несколько времени лишается духовного утешения, и свет благодати внутри померкает по причине осеневающей душу облака страстей. 99 И потому, что умолена в тебе несколько радостотворная сила, и ум приосенила необычная мгла. 99 Ты не смущайся мыслью, но терпи, читай книги учителей, принуждай себя к молитве, и жди помощи. 99 Она придет скоро, чего и не узнаешь ты. 99 Ибо как лицо земли открывается солнечными лучами от объемлющей землю воздушной тьмы, так молитва может истреблять и рассеивать в душе облака страстей, и озарять ум светом веселья и утешения. 99 Пока не достиг ты в область слез, зато ли сокровенное твое служит еще миру, то есть ты ведешь еще жизнь мирскую, и божье дело делаешь еще внешним человеком, а внутренний человек твой бесплоден, потому что плод его начинается слезами. 99 Когда достигнешь в область слез, тогда знаешь, что ум твой вышел из темницы мира сего, поставил ногу свою на стези нового века, и начала бонять запах чудного нового воздуха. 99 Слезы начинают источаться, потому что приблизилось рождение духовного младенца. 99 Общая всех Матерь Благодать возделевает таинственно на свет будущего века произвести божественный образ. 99 Но этот чин слез не тот, какой с промежутками бывает у безмолвствующих, иногда при созерцании, иногда при чтении, иногда во время молитвы. 99 Я говорю не об этом чине слез, но о том, какой бывает непрерывно день и ночь. 99 Офи, достигшего в эту меру, уподобляется водному источнику до двух и более лет, а потом приходит он в умерение помыслов. 99 А по умерению помыслов, сколько вмещает отчасти естество, входит в тот покой, о котором сказал святой Павел, Евреем 4.3. 99 И по этом мирном упокоении ум начинает созерцать тайны. 99 Тогда Дух Святой начинает открывать Ему небесное, и вселяется в Нем Бог, и воскрешает в Нем плод Духа. 99 Но послушай еще, когда входишь в область умерения помыслов, тогда отъемлется у тебя множество слез, и приходят к тебе слезы в меру и в надлежащее время. 220 Есть три чина, в которых человек преуспевает. Чин новоначальность, чин средний и чин совершенность. Кто в первом чине? У того, хотя образ мысли наклонен к добру, однако же движение ума бывает в страстях. Второй чин. Есть нечто среднее между состоянием страстным и бесстрастием. И правое, и левое помыслы возбуждаются в человеке одинаково, и не перестает он источать и свет, и тьму. При этом, если прекратит он ненадолго частое чтение Божественных Писаний и воображение в уме Божественных умопредставлений, с осторожностью во внешнем, от которой рождается и внутреннее хранение, то увлекается человек страсти. Если же будет он горячность свою к духовному питать сказанным образом, исчез, стремясь к чтениям Писаний, питая благие помыслы и удерживая их от уклонения на страну левую, любовью храня душу свою и к Богу прилепляясь с терпением в неутомимой молитве, то Бог отверзает ему, наконец, дверь свою, особенно за смирение его. Потому что откровение тайн бывает смиренно мудрым. И это третий чин. Надежда на Бога предваряет труд для Бога и пролитые в делании пот. Если веруешь в Бога, то хорошо делаешь. Но вера требует дел, и надежда на Бога обнаруживается в злострадании за добродетели. Веруешь ли, что Бог помышляет о тварях своих и всесилен? Да сопровождает же веру свое приличное делание. И тогда услышит тебя Бог. Не старайся в горсти своей удержать ветер, то есть веру без дел. Нередко иной не зная, идет путем, где есть дикий зверь или убийца, или что-либо подобное. И вот общий промысл Божий спасает его от вреда, или замедлит чем-нибудь шествие путника, пока не отойдет в сторону дикий зверь, или заставляя его уклониться с пути к какой-либо встречею. Иногда злой змей лежит на пути и невидим. Но Бог, не хотя предать человек этому искушение, делает, что змей начинает вдруг шипеть, трогается с места и ползет впереди путника, который, увидев его, принимает предосторожность и спасается. Случается нередко, что падает дом или стена или камень. А там сидит кто-нибудь, и Бог человеколюбно повелевает ангела удержать падающие, пока не отойдут или неотознанно будут сидящие там. И едва отойдут они, тотчас попускает пасть, что падало. Все это и подобно этому есть дело Божие промысла, общего и повсюдного. Праведник же имеет над собой особенное и неотлучное промышление. Впрочем, людям Бог повелел рассудительно распоряжаться делами своими, и при Божьем промышлении пользоваться и своим ведением. Но праведник вместо ведения стяжал веру, по которой ничего не страшится, но как лев, уповая, ходит. Притча 28.1 И как его постоянное попечение посвящено Богу, и так и Бог говорит о нем. С ним я в скорби, избавлю его, прославлю его, долготой дней насыщу его и явлю ему спасение мое. А расслабленный и ленивый к делу своему не может иметь такой надежды. Но кто во всем пребывает с Богом, к нему приближается добротою дел своих, и очи сердца своего неусыпно устремляет к благодати его, тот может сказать о себе, что сказал Божественный Давид. Субтитры создавал DimaTorzok